Инквизитор Мартир Проглашу его чуть позже, как оказалось проблема с соединением была именно из-за блокировки нашим многоуважаемым, в кавычках, Роскомнадзоре, который заблочил сервера Амазонок, я уже говорил, и каким-то образом это коснулось и Мартира, из-за этого он в России не продается, было официальное заявление от разработчиков, что пока проблемы с айпишниками не решат, в России игра продаваться не будет, потому что люди просто не могут в нее играть. И сегодня мы будем играть через VPN, я его тоже поставил, с ним коннектится легко, пинга выше где-то на 50 в среднем, чем у меня был, но играть можно, мы попробовали на втором аккаунте, все играется. Но вот из-за этих вот танцев с бубнами, если честно, Роскомнадзор большой, прибольшой, молодец. И причем исправлять он это не собирается, по-моему, вообще никоим образом. Хотя говорят, что вермента эти исправили, но кто исправлял, и с чьей стороны были проблемы решены, тоже далеко не понятно. Если так будет с каждой второй игрой, ну это полный бред. Так, штурмовая броня, есть более высокого уровня, чем у нас, чуть-чуть качество получше, хотя характеристики, я бы не сказал, что феноменальные какие-то. Но тоже есть броня часового, чуть лучше, чем наша. 17 тысяч стоит. Есть инокулятор получше. На одну единицу. Ну, в общем-то, есть резон взять, но он стоит бешеные деньги. 13 тысяч, и всего лишь на единицу качество выше. Ну да, там есть полезные функции, которые, в общем, пригодились бы. В целом, ничего особенного. Да и по поводу брони, там всего лишь на 2 единицы менять шило на мыло. Углушающая мина есть неплохая, но, естественно, щиты я не буду на нее менять. С броней надо подумать. Броня часового. Заменяет прыжок на турель. Здесь плюс 3, плюс 2. 16 тысяч стоит. Ну, можно попробовать. Деньги-то вроде как есть. Заменим давайте. Ну, визуально вообще практически никак не поменялось, только расцветка, может быть, там несколько. Ну, в основном, да, только цвет. Стало посветлее, а так осталось такое же. Но получше качество, 231 уровень. Наш становится. Это мы продаем, значит. Меньше 100 очков здоровья. Ну и поехали. Выполнять задание. Да, вот наша задача. Тема дезертир и спасение заложников. Место удаленное под станцией. К-11. Похоже, что ложный сигнал тревоги я не на шутку переполошил. Командиры в Диких Зверей дезертиры выдвинулись, чтобы дать отпор. Без должной подготовки. Интересно. В свою бытность гвардейцами они вели себя столь же неосмотрительно. Я буду поджидать их. Угроза мятежник, стационарное орудие, техника мятежников. Цель найти, устранить все отмеченные цели. Чтобы выполнить задание, пока цели живы, каждый из них дает значительный бонус всем остальным врагам. Ну, короче, командиров надо убить. По поводу сложности. Выше я задирать не буду, так я играю соло. Это уже будет перебор, больше сотни. Как бы, это слишком много будет. Ну и невероятное, как вы понимаете, это вообще полный трейндец. То есть, 107% по получаемому урону, минус 63 к наносимому. Ну, какой-то чувак в комментариях писал, что, значит, играю я не на максимальном уровне сложности, оказывается, а играю я на обычном. О как! Ну так вот, специально для него и ему подобных есть два уровня сложности в игре. Это режим истории, это нормальный, и максимальный это режим вызова. Я играю на режиме вызова. Все остальное, что здесь повышается, это лишь балансирует ваш ранг. То есть, если ваш ранг выше гораздо, чем предлагает задание, его начальные вот эти вот характеристики по рейтингу сил вы можете прибавить дополнительно. Но это ни в коем разе не обычная сложность. Вот она максимальная. Все остальное по вашему желанию. Чтобы просто вам было где-то интереснее играть, где-то вы там получили больше наград, либо если играть в четвером, скажем, то можете рискнуть на невероятном. В соло играть, извините меня, там где-то 300 плюс, это самоубийство. С таким же успехом, следуя этой логике, можно сейчас выбрать задание. А почему тогда? Есть же задание в 1300 в других системах силы. Почему их-то не выполнять? Это же максимальная сложность. Давайте их выполнять с дебафами на 500-700% и по урону, и по получаемому дамагу. Так что сложность это максимальная. Это опять же на заметку, товарищи. Так, извините-ка, действия охранники-гвардейцы. Вместе с вами будут сражаться 3 имперские гвардейцы, 2000 это стоит. Ну, почему бы и нет. Нормально. 3 гвардейцы будут с нами сражаться, их, я думаю, убьют быстро. Но, может, что-то помогут где-то. Погнали. Тандерхок, по-моему, валяется разбитый. Интересная карта по загрузочному экрану. Глава. Глава. Работа. Глава. Глава. Комендарь! Не забываем, что сложность увеличена, считайте, на 50 единиц крейсингу силы. Вроде неплохо гвардейцы бьются. Стойно для гвардейца. Приближаемся к первой цели. Дамаг наносят более чем. Он серьезный? Еще дурили у них? Как хилнуться? Дом идет откат отбилок, конечно. Пистолетов. Первый готов. Это будет довольно быстро, я думаю, миссия. Получается, если техножрец будет возможен только в следующем задании, мы пройдем только одно. Потому что я прохожу за серию... Ой-ой-ой-ой, тут техника. Часовой. Я за серию прохожу три миссии. Ну как раз мои пистолеты против него хорошо сейчас зайдут, я думаю. Да, Могрин стрелок. Да, офига. Да, офига. Да, офига. Довольно жесткая штуковина. Не все так просто. Ух! 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 Какими-то гвардейцами совершенно не интересуются ни часовое, ни огреное. Чисто... всякому по мне идет. Что неудивительно. То же самое касалось и Майна. Его не атаковали обычно. Весь Окс был именно на госте. Мне, конечно, не очень нравится. Да и пистолеты, видите, не особо пробивают. Либо болтер, либо тяжелые болтеры, но они мне не открыты пока. Либо гранатомет. Либо гранатомет. Или мель-то еще лучше. Повнемся. Взрывы! Не планируйся, богатый! Взрывы! Взрывы! Не упомяйся, богатый! Взрывы! Неплохой там болт-пистолет. Опять заметьте, по мне стреляет. Так, окей, забираем один щит. Может быть, задание окажется не таким простым, как мне показалось с самого начала. Если здесь еще и техника есть, то это совсем не есть гуд. Сможем ли мы перейти на другую сторону за этим обрывом? Ой-ой-ой-ой, там пушка тяжелая, и они ее заряжают. Сама тут заряжается. Да-да-да-да-да, сейчас будем стрелять. Пистолетов точность довольно поганая. По мелким целям они стреляют не самым. Немет здесь будет более предпочтительный, но у него меньше радиус стрельбы. Каждый император! Сможем его как человек, богатый! Убирай херетик! Не ворвешься, потому что там, видите, еще целая куча каврелия вместе с ним стоит, вместе с командером Пробую застежить стрелизм Аккуратно Стены они разрушили, аккуратно Также аккуратно ее разрушили Мои гвардосов Наконец-то выпилили Заинтересовались Теперь один на один Совсем один на один Глазной имплант не получаем, кстати Фиолетовый Да, все-таки сложность миссии такова, что тут все так легко Второй готов, остался еще Один Позиция для стрельбы, но, в общем-то, в кого стрелять В основном рассчитано было на гостей типа меня То есть на тех, кто идет именно на само орудие Ну что, остался последний, да, от гвардейцев избавились Но, в общем-то, две тысячи свои, я думаю, они отработали Не знаю, зачем они, правда, теперь им уже нужны, когда они погибли Если только их родне Есть ли родня у гвардейцев В 41-м тысячелетии Не успеет вызвать открепление, но да ладно Оу, тихо-тихо-тихо Еще один часовой Ну вот это сейчас будет очень весело И еще идут открепления Так, хардкор пошел Оторваться слишком, их много Или попробовать расстрелять как раз его с этой штуки Ничего И... все, что ли? Я не могу больше стрелять Если она не разворачивается в другую сторону Плохо Ну ладно, разберемся по частям То есть, слишком, когда их много, это тоже опасно Только не разворачивается вообще в другую сторону То есть, она стреляет до главного управления Это совсем не есть хорошо Но у нас есть, конечно, три возможности переиграть Но... не хотелось бы мне их использовать О, хорошо По огре на стрелку попало Техника самая большая проблема У меня нету больше щитов Да и хилок, в общем-то, не так уж и много Бекарин наступает А самое главное, часовой сюда идет Может, своему попадет Но, по-моему, нету дамага По своим же целям Так, еще и глазной имплант Но я думаю, что фиолетовый Покруче Первый фиолетовый имплант Круче я, по крайней мере, не видел Да, отлично Стреляет пистолет Именно мощным выстрелом У меня вопрос Как у него подчинилась техника Она же была раздамаживана Часовым надо разобраться Во-первых, это лишний опыт А опыт лишнего никогда не бывает Во-вторых, это Конечно же Шмот, который с него выпадет Собреваем С того, что он попадает Даже, когда я вокруг него бегаю Ну, так, вполне понятно То есть, надо Подождать, пока он стреляется Выстрелит с этой вот Гранатой Ну и дальше По кругу от него бежать Да, он попадает иногда Но не всеми Своими патронами И держать, конечно, на дистанции А если я огнеметку поджарю? Че это даст Интересно Думаю, что огнемет его Не сильно прожигает Ну да Можно сказать, что и не прожигает Тем более, он, видите Пинаться начинает Сюху одну ски использовать Больше половины хп снял Да, он начинает пинаться Вот, и не хватает Майна с тяжелым болтером До него уже докачался До 12 ранга Сейчас это наше соло с ним Дуэль Квизитор бьется С имперским часовым Это довольно странное Появление Не буду больше хил применять Надо его так убить Без хила Мне еще, я думаю, пригодится На последнюю Командира Пох, хп уже нет Возможно, придется и заюзать Мне еще придется Еще эти Подавление Замедлен Надо именно с обилок бить Потому что обычный Выстрел практически не дамажит По нему, кстати, плазма бы неплохо зашла Но Таскать плазмную винтовку С собой не хочу Не в каждой миссии есть техника Тут не угадаешь Она может быть Может и не быть Вначале, конечно, написано Что да, техника есть Но какая именно Тут Рандом В общем-то, вместо Плазмагана у меня выступают Два пистолета Не пробивают Да, не так эффективно Но, в общем-то, они Не только против техники хороши Но и против Многих Других целей Надо их туда забросить Сюрприз Довольно много опять Видите, врагов В этой области Называется Попробуй подойди Еще хорошо Пистолеты Они могут С большой дистанции Снимать Сигнум Голубой Хилка осталось Очень мало Чуть Дойти Подхилиться Там осталось Их немного В основном Командеры Вот этот Заград Отряд Лучше Применить Огнемет Главное Подойти к ним Поближе Через прыжок Попробуем Огрен Огрен Совсем То, что Хотелось Сделаться Ну да ладно Пропробуем Пропробуем Обойти С другой С другой Стороны Понять Где можно Спрятаться За объектами Например Вот здесь Сразу Сразу Минус Два Но там Еще Огрен Есть Ой Ой Не могу Поднять Не могу Огрен Время На Во-вторых И В финале Силенс Я успел Вырубить БУРН! БУРН! ПЕРИШЬ, ПИЛТ! ПЕРИШЬ! 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 Отлично. Убили мы все цели. Да, ведь метакомплект был здесь, но кто знал, что именно в этой точке будут припасы, значит боя бы лучше отсюда. Вроде как все. Ну, много всего наполучали. Да, имплант лучше, чем у нас. Гораздо. Значит, был пистолет, надо смотреть. Огнемет. Хуже. Но вот этот, вот этот вот, кстати, лучше, Марс. Уже даже сразу видно. Блин, почти девятый уровень. Не хватило совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть не хватило. Ой, и новая броня, но броня хуже, чем у нас и по качеству, и по урону. То есть только продавать. Есть вот автоган, но как-то он уже сейчас не котируется. Здесь сейчас будет другое уже оружие, которое поможет нам. Врагов убито 86, обычных 68, поборников 3, элиты 5. Не так уж и много, но тут в основном элиты было. Да, техники было много. Так, задание выполнено успешно. Мне удалось уничтожить основные силы дезертиров и зачистить эту зону. Однако их лидер, полковник Андерсон, ускользнул вместе с похищенным техножрецом. Нужно отдать должное лорду Клостерхайму, сумевшему завербовать высокоэффективных агентов. Андерсон и правда очень упорный и хитроумный человек. Полковник Андерсон и остатки его банды диких зверей бежали на заброшенную арктическую базу, забрав с собой похищенного техножреца. Но походу у меня будет так же, как у Майна. Когда я проходил сам, я нашел его вообще в другом месте. А тут, походу, дело высокое, кстати, уровень успеха, низкий ведь ущерб. А тут придется на арктической базе мне его искать. Так, заменяем, короче, имплант. Фиолетовый, кстати, тут оба импланты неплохие, но фиолетовый, конечно, более предпочтительный. 2.1 к всему урону, концентрация плюс 12, шанс критического попадания 2.1. 2.1 к всему урону, концентрация плюс 12, шанс критического попадания 2.1 к всему урону. Поздравление за убийство. 3.4, 3.5, давайте вот на это поменяем. Хотя у этого урон выше. Все остальное, все остальное мы с вами... Хороший огнемет фиолетовый, не хотел бы я менять на зеленый. Но он тоже неплохой, 25 очков здоровья за убийство, перегрев минус 10%, за удар очков здоровья 11. Несмотря на то, что он зеленый, его перки даже превосходят фиолетовый. Ну, фиолетовый я тоже продам, я оставляю только золотые, остальное все на продажу. Будет кузнец, там посмотрим, сможем мы доапгрейдить более высокого. Уровня, да наши уровня, что-то здесь вообще странно. Осталось пустое место. Ну, броняк мы видим, фигня. Обновление будет через 2 минуты, но 2 минуты я ждать, естественно, не буду. Хотя пока задание читаем, может быть, магазин-то и обновится, может что-то путное появится, сейчас посмотрим. И потравим пока байки. Ну и... А нет, 296, кстати. Тоже можно заказать с собой трех гвардейцев. 296 минус 14 к носимому урону процентов, плюс 23 к получаемому. Кредиты 1147, 892. 102 очки ранга, 9 очков судьбы и слава 15. Дезертиры. Тема спасения заложников. Место удаленной подстанции. АВ 008-771. Майагенты выследили последних выживших диких зверей, которые прячутся в отдаленном арктическом укрытии и ждут прибытия пустотного корабля, который должен забрать их с планеты. Это похищенный техножрец находится в стаяцной капсуле. А у меня он был, когда я его находил в своей компании, ни в какую не в капсуле, он стоял приспокойненько, я просто... А, он был в комнате випом, его надо было освободить, его там зажали и довести до точки. А здесь он, видите, в какой-то капсуле, и нужно его извлечь. Мне нужно отправиться туда и уничтожить остатки банды, освободить техножреца. Мятежник, стационарное орудие, техника мятежников. Окей, карта неизвестна какая. Но давайте, может быть, подождем все-таки, пока обновится Магаз. Может быть, что-то путное там будет. 23 секунды осталось. И сейчас мы увидим, как это происходит. Я, кстати, не видел, как обновление... Это будет идти. Я всегда уже заходил, когда оно как бы совершалось. Сейчас поглядим, как это сбросится. Может быть, броня появится еще более высокого ранга. Деньги, в общем-то, есть на нее. Так. Ага, вот как. Как мы видим, все стало только хуже гораздо по качеству абсолютно. Ничего нет, кроме, по-моему, вот этого пистолета. Что превосходит ранг наш. Следующее обновление будет только через час. Щит хуже. Углушающие мины. Есть имплант хуже. В общем, да. Есть сигнум более высокого качества, но... Ради одной единицы... Не вижу никакого смысла... Его покупать, тратить деньги. 237, 296, поехали. Освободим техно-жреца. Да, Майн говорил, что вот он его нашел на какой-то планете. Именно заснеженный. А я его нашел на станции, когда играл сам. Для себя. Но тут, видать, есть несколько вариантов. Это зависит от того, кей я выбирал вариант действий. В приоритетных заданиях. Именно они влияют на то, как. И где мы найдем цель. О да, ничего не видно. Ну как, видно плохо. И сразу, смотрите, нами занялись. Задача простая, найти техно-жреца. Не забываем про сложность. Он по нам будет очень-очень высок. Мне кажется, от земли даже лучше будет видно, чем с воздуха. Давил жестко пацанов. Кто-то из них пытается бежать. Но от огня не уйдешь. Разбитые остатки имперской химеры, по всей видимости. Идем точно к цели. Можно, конечно, карту и поизучать. Для нахождения дополнительных каких-то сундуков. Для уничтожения еще большего числа отрядов противников. Смогу, интересно, запрыгнуть? Да нет, не смогу. Мешает, как видите. Гора это сделать. Здесь припасы. Удаляюсь я от своей цели. Переваляется. Вмерзший уже в лес. На быкренов лучше, конечно, сколько пистолет. Убрасывает, пока валяется. Он щитом не закрывается. И он такой-то... Напер снаружи фиолетовое. Но, опять же, менять щит я не хочу. Офига. И он с горы так и не улетел. Очень странно. Можно как раз один щит заюзать. Что-то тут еще было внизу. Еще припасы. Много припасов. Кстати, без головы лежит, смотрите. Можно заценить детализацию в такой вот момент уникальный. Ну, в общем-то, нормально для изометрической игры. Здесь фактически вид, ведь, как в 2-3 стратегии. Несмотря на то, что это экшн-РПГ все-таки. Это стратегия. Скажем так, экшн-РПГ со стратегическими элементами. С изометрическими. Можно было зайти вот здесь. Ладно, идем к точке. Припасов, я думаю, мне хватит, чтобы разобраться с ними. А, слушайте, тогда я гвардейцев-то заказал, вышел. А еще раз... Они уже не сохранились, то есть нужно было еще раз заказывать. Ну ладно, две тысячи. Неахти, какие деньги. Вот, имейте в виду. То есть, если вы потом вышли, придется еще делать один заказ. Предыдущий уже аннулируется. Вот мы и дошли до точки. Здесь находится техно-жрец. Сейчас мы его найдем и все. Задача будет выполнена. Там вообще один стоит, никого нет. Странно, вообще нет противников. Он даже стоит, он не в капсуле. И это все? Да, это была короткая миссия, она связалась. Вообще лучше, короткая миссия. Тем не менее, как и уговаривались, три. На крайней мере, был такой негласный договор. Три задания за одну серию. За исключением стримов. Если по Инквизитору будут стримы, то там будет заданий больше. Ну, стрим будет стандартный, то есть где-то часа три. Три с половиной. Там можно и десять эпизодов пройти, такой стримчанский. Да, девятый ранг у нас сейчас будет точно. Получаем 892 стандартных очка. Находим только наперсное оружие, которое, в общем-то, неплохое. Спротивление по давлению, варп урон. Но это больше для псайкера подойдет, который этим варп уроном кидается. Ну да, качество выше. В то же время менять это на щит я не буду. Получаем сигну, кстати, довольно приличного качества. Но, скорее всего, это как раз относилось к пистолетам. Нейроимплант лучше качества. Огнемет. Я думаю, что он будет хуже. 35 врагов всего было убито. А если бы я прошел напрямую, вообще не вступая в бой, то практически никого бы и не убил бы. Так, а задание-то что у нас? Не выполнено до конца, что ли? Задание выполнено успешно. Техножрец. Экспедиция изымателей. Эпсилон-26. Ремесленник. Омикрон. А. Арк. Спасенный готовится дать отчет о событиях. Он наверняка захочет поделиться информацией о своих связях с лордом Клостерхаймом и самим лордом Инквизитором. Ну, а еще не закончено задание-то, кстати. Последнее слово. Оценка операции. Чарков. Дезертир и спасение-заложник. Фремесленник. Омикрон. Арк. Бывший техножрец экспедиции изымателей Эпсилон-26. Проявил исключительную готовность к сотрудничеству. Его одержимость, наследие, утро Тиберия и стремление предать. Лорда Клостерхайма о правосудии за разрушение следовательского храма делает его весьма полезным для моего расследования. Передача в архив. Начато захоронение данных. Дело закрыто. Закончить. Или это все? А, ну да, все. Мы задание выполнили. Девятый ранг. Открыт предмет оглушающая граната. Открыт гранатомет. Добродетель. Одно очко. И одно очко навыка. Совершен героический подвиг. Безупречный послужной список. Выполните все задания приоритетного поручения, не умирая. Так вот. Ого, и еще награды дополнительные. Ничего себе. Идеальная слава. А, ну это как раз вот считается, типа, выполненный уровень. Плюс 55 слава. Тут дамаг. Немного ее снижает. Ну и слава за неделю тоже повышает. Посмотрим, что это наград дадут. У нас пистолет Марс. Синий Сигнум, который довольно высокого качества. Но это похуже. У нас пистолет. 82 урон. Кстати, весьма неплохой. Может поставить место второго. Нашего Писта. Сейчас посмотрим. Во-первых, у нас есть нераспределенный очковый навык. Мы шли к второму уровню, поэтому выносливостью вбахиваем. Тут оздоровление повышается. Урон. Ух ты, какой у нас огнемет. Смотрите, красивый. Я что-то даже особо и не замечал. Красивый огнемет. С инкрустациями инквизиции. Ну и очко одно у нас по навыкам. Увеличивает урон навыка зал. Плюс 5%. Так. Полтора процент к урону навыку дальнего боя. Еще дополнительно. Либо опять же на ХП. Что мы там можем по ХП прокачать? Можем еще, кстати, накинуть 150 очков дополнительно. Либо увеличить. Очкову здоровья в секунду. Экстренный усилитель. Восстановление. Если очкову здоровья персонажа меньше 50%. Ну то есть быстрее будет ХП восполняться. Давайте попробуем вот это поставить. Так. Смотрим теперь, что у нас по оборудованию. Сигнум. Сигнум. Плюс 4. Неплохо. Можешь поднять. Какой только вопрос. Заменить из них урон против средних врагов. Урон в ближнем бою. Ну я, пожалуй, вот это тут заменю. Так. Получается 241 у нас уровень суммарно. Здесь мы меняем. Так. Урон против обычных. Против демонов хаоса. Я думаю, что заменю вот на вот этот тут. Остальное все продаем. Лаз-пистолет, да, получше будет, чем один из... Болтеров. Заменю-ка я вот не болтеров, а болт-пистолетов. Вот так я поставлю. В общем-то, лазерный пистолет в моей компании. Неплохо себя проявил, как второе оружие. Нейроимплант заменяем. 241, все равно уровень. Так, скажите-ка. А, стоп. Вот этот сигнум, кстати, тоже... Выше получается. Огнемет проверяем. Так, огнемет у нас лучше, все остальное значит на продажу. По поводу пистолета я, наверное, оставлю его. Посмотрим, как себя лазерник проявит. Может быть, не ахти и как. Ну вот, вместо силового поля ставить... Не знаю, 245 уровень. Да, конечно, здесь есть тоже бафы. Больше очков здоровья, сопротивление по давлению, варп урон. Но, видите, варп урон нам вообще не нужен. Это чисто для псайкеров. Да, не думаю, что есть смысл это менять. Инквизитор, у вас есть сообщение из Калагари-Конклава. Я инквизитор Хелена Гозла, и у меня есть урок для вас. Я уверена, что вы проводите высококлассовую исследование для Конклава в данный момент. Хотя, я должен отметить, что я не знаю никаких дополнительных деталей. К моему удивлению, моя очевидность была считана неудовательной, чтобы акцессуровать ваши рекорды. В смысле, я не могу предупреждать вас, чтобы обмануть вашу основную исследование. Но Конклаве бы хотелось бы, если вы могли бы взять еще один случай, как бы. Поехали в хайвере в Айтемь, и посмотрите на случай из-за массиващих взрослых 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 Адептис Арбитис. Если вы думаете, почему вы работаете с таким трудным вопросом, я хочу выслушать вам очень уверенностью, снимать видео. Это был сделан из инфильтраторов, и, как вы увидите, Это свидетельствует существование нескольких махинаций на Этеон Прайме. Я должен также добавить, что эта снимка была сделана 30 стандартов лет назад. Я надеюсь, что я сейчас имею в виду, Инквизитор. Эмператор протекает. Инквизитор Конклава Каллигарих Елена Гасляр. Хочет нам дать еще одно задание, причем мы можем, наверное, его выполнять, можем не выполнять. Оно считается как дополнительное, но займемся, я думаю, уже соло им. С Майдом у нас сейчас будет задание другое. Исчезновение людей расследовать. Вот она и запись. Что тут необычного? Хотя, это не корабли ли хаоса? По-моему, да. И кто-то там весьма-весьма серьезный с рогами стоит в окружении десантников. Кто это такой? Ну, короче, какой-то лорд хаос, по всей видимости. Может, варлок. Новая зацепка. Хаос неделимый, враг под землей. Аэтан Прайм. Административный центр подсектора Тенебра. Это деловой, чтимый Мирулией, построенный на древних руинах Ксеносов. Засекречена информация, доступ к которым есть только у агентов Империума и Адептус Механикус, которые держат проходы на самые нижние уровни опечатанными. Остальная их часть служит прибежищем криминалитета и мутантов, которые, скорее всего, и виновны в исчезновениях. Но, то и смущает. Адептус Армбитрес. Нужно разобраться с этим делом подробнее. Мною получена секреченная пикт-запись, сделанная много лет назад агентом Святого Ордоса на встрече высокого командования трех легионов-изменников Черного Легиона, Легиона Альфа и Несущих Слово. Эти выродки явно планировали совместный удар по подсектору. Целых 30 лет. Из того, что один из изменников упоминал некие приготовления на Item Prime и некие объекты, обнаруженные ими в глубинах, можно сделать вывод, что происходящее сейчас массовое исчезновение связано с этой встречей, произошедшей десятилетия назад. Ну вот такая вот задача. То есть это, походу, дополнительное задание. Займемся им, я думаю, в следующем уже эпизоде. Так, видос у нас тут уже есть, все отлично. Но нам надо продать шмот. Продаем все, кроме пистолета, потому что я не знаю, как себя лазерник проявит. В том числе, наперсное оружие, думаю, тоже стоит продать. Не буду я его юзать. Тут у нас ничего не изменилось. Все пока так же печально. Обновление будет через 43 минуты. И появились чертежи, кстати. Личный телепортер, цепной меч, двуручный цепной меч, тяжелый огнемет, снайперская винтовка. А нафига мне нужна снайперская винтовка? Ее вообще, по-моему, может... Подожди, ее может юзать, по-моему, только ассасин. Хотя, не знаю. Чертеж стоит 5000. Тяжелый огнемет. Ну, можно попробовать, кстати. И заодно, хватит ли мне материалов вообще на создание. Техножрец. Сейчас покажу, как, в общем-то, с ним взаимодействовать. Я особо не разбирался в своей компании. Как я уже объяснил, я должен найти мертвец. И я думаю, что ты можешь помочь мне. Правильно. Я гей-5-техно-археологист, рассчитывая реликсы, связанные к мертвецу. И архивиста, который неизвестированный существует Уттер Тибириус. Ты помогла Клаустреим find the Martyr? Мы снижали Клаустреим с артифакт allegedly crafted от Уттер Тибириус. Коденава Уттер Тибириус. Это психоактивная карта. Я могу дать вам access к моему снижению мертвеца для более информации. Так, Клаустреим имеет Уттер Тибириус, который приведет его к мертвецу. Как мне это помогло? Уттер Тибириус gave sets of this tarot to his acolytes to enable communication through visions for the advancement of his grand plan. И если я бы иметь another set of these mysterious артифакт, я бы contact Клаустреим и найти the Martyr, right? Only one remaining set is known to exist. Location Vault Zeta 11 Jurisdiction Adeptus Mechanicus Current Status Complete Lockdown Reasons Classified Location coordinates are being exploded to your navigator as we speak. I'm going to investigate the place. You stay on my ship until then. Acknowledged. Triggering mind cleansing sounds Type 3.43 Standing by. Следующая наша задача зацепка уже пятой из шести, но это еще, я думаю, не конец. 250-й нужен уровень, в общем-то, мой подходит. Но я думаю, что мы сначала с хаоса неделим, мы начнем. Все-таки. Так, изготовление. Не хватает, кстати, какого-то элемента Искра Бога Машины. Так, тут у нас есть дерево технологий. Следование недоступно, не хватает денег. И, короче, все это стоит, как мы видим, немало. 20 тысяч, 150 тысяч увеличивает шанс успешной разработки на 30%. Базовый шанс разработки зависит от мощности кузни. Ну, ладно. Короче, с этим делом я еще разберусь. внешний вид. Вот здесь вот можно заняться, в общем-то, покраской той же брони. Но, стоит это, ребятки, немалые деньги. Вот если брать самый, так сказать, топовый облик, то 100 тысяч. Но можно менять, как хочешь, цвет. Видите, можно сделать желтым, можно сделать синим, красным броню, черной, белой. Как хотите. Причем, несколько слоев этой брони можно изменить. Но я считаю, что надо менять уже брони, которые у вас золотые, либо максимальных рангов. Либо у вас должно быть очень много денег для этих целей. Ну, можно попроще сделать вариант. Или вообще за 5 тысяч порисовать. За 5 тысяч это хотя бы не так дорого. Разные качества материалов тоже, видите, меняются. Моговой клинок. Автоган. По-моему, мне не хватает материалов. Искра бога машины доступна, чтобы создать неплохой автоган в самом-то деле. Ну ладно, короче, с этим делом разберемся, где эту искру брать, чтобы изготовить. Может, у Майн спрошу. Если он что-то вообще готовил. давайте приглашаем. Не знаю, там у компании, у компа. Вроде бы да. Вот он зашел. Сейчас, даже если я спрошу у него. А вот и че. Понятно. Ну ладно. Короче, у меня есть один легендарный предмет. Это у меня огнемет был. Желтый. Это печально. Но, по крайней мере, вот теперь мы знаем, где ее брать. Ну, он дальше прошел. Он что-то уже там делал. У нее и ранг, видите, 12-й. И есть тяжелый болтер, в отличие от меня. Это такой бомжатский пока набор. На девятом уровне. Задания ниже нашего ранга. Дополнительные. 245-й. Но мы можем, в общем-то, усилить зачистка демона Нургла. Попробуем, может быть, здесь. Смотрим, что из этого получится. Ну, и через VPN я вижу, что какие-то подтормозы есть. Хотя, вроде, фпс достаточный. Воу, вот это станция. А нет, здесь уже не усилит никак. 245-й. Да, это маловато. Это маловато. А то задание через Астропата тоже. Подожди. Случайное поручение. А, тут можно запросить. И причем, можно регулировать даже сложность у него. Но это, опять же, не для двоих. Приоритетное задание, скорее всего, для одного игрока. Хотя, то касалось сюжета, может быть, следующие не будут. приоритетные недоступны для Коба. Попробуем что-нибудь более сложное найти. Вдвоем 245-й уровень выполнять это смешно просто. Да, вот эти подтормозы связаны с тем, что, видите, все идет через сервак и VPN дает дополнительную задержку. Но Майн сейчас видит, что техно-жреца я уже нашел, на корабле тоже его видит, он может с ним взаимодействовать, он только задание не может сам выбирать. Точнее, как он выбрать может, он не сможет запустить его. А, кстати, вот хранилище архотехнологии. Нам нужно сюда, но мы пойдем не сюда, естественно. Сейчас мы повысим сложность задачи. Но самой миссии вот этих вот подтормозов не будет. Убийство, авангард Черного Легиона. Зимняя карта. И тоже, кстати, здесь не повысить сложность. Никак. То есть она уже базовая, как есть, так и есть. 277 уровень. Скоро для нас задание-то не останется. Так, может быть... Блин, чуть клавиатуру не перевернул. Может быть, в других системах есть хотя бы 300 уровня. Задача. 231. 274. Вот, есть 302. Глубина дна. Интересно, это задание мы вдвоем можем выполнить? Или оно тоже считается сюжетным? Все фиолетовые, по-моему, будут недоступны для копа. Я могу даже продемонстрировать, что мы не сможем начать. Да, видите, только для одного игрока. Довольно странное решение. Придется мне самому этим заниматься. 250 уровень, если я прибавлю еще на сотню, будет 300. Но я думаю, что да, вот на чрезвычайном мы пройдем. 302. Зачистка авангард Черного Легиона. Инквизиция отдала приказ священному чищению. Выставьтесь в здании по указанным координатам и уничтожьте всякого нечистого и всякого, в ком замечена агрессия к смиренному посланнику императора. Приказ единственная милость смерть. Угроз десанья хаоса, сценарное оружие, орудие, техника, демонов, демон хаоса, культист хаоса. Полностью очистить область. Ну окей, 24 к получаемому урону, 15 минус к наносимому. Вот такие вот мы получим награды и бафы. Это самое сложное, что удалось найти в местных системах. Так, майн куда-то ушел, что ли? Да, майн походу ушел. А, он в торгашке сидел. Видать, там болдер покупал. Странно, что не показало таймер. Ну вот сейчас увидите, какой пинг. Было у меня меньше сотни всегда. Когда мы играли в копе, сейчас будет чуть больше. А, да, хороший антураж. По-моему, 118. У меня здесь просто закрыто цифрами фпс. Итак, нужно уничтожить всех врагов. Задача предельно простая. У майн какая-то интересная броня. Подсвет. Может он ее покрасит, я же красил. Вот у него тяжелый болтер. Кто-то там хотел болтер тяжелый. А вот майн докачался желанием трудящихся. Еще до нее только предстоит. кач большие гермоворота цели в разных направлениях есть. 4 пин. Казалось бы большое, но в общем-то никаких задержек я не вижу. Лучше так, чем 20 раз пытаться зайти без пена. Еще раз спасибо нашему Роскомнадзору. Он просто топчик. Испортил жизнь многим геймерам. Да и не только геймерам, разработчикам в том числе. У них тоже проблема с этим. И поэтому игра в России не продается. Ого! Неписанник довольно приличным щитом. Но огнемет знает свое дело. Кстати, у тяжелого болтера есть одна проблема. Именно для соло игры он очень долго раскручивается. Он реально долго раскручивается и чтобы максимальный огонь вести ему нужно время. Если вас не прикроют в соло, то у вас опять будет проблема. Могут окружить просто забить. Оу! Он не прилетел. Ещё один Теперь у нас лазерный пистолет включает дополнительный огонь Псайкер Правоумный псайкер Ну довольно быстро перезаряжается лазерник Уражина довольно сильная, поэтому Сказать насколько Будет эффективен при равных условиях Мой нафиг Мелкий гамнюк сзади пытается запинать Мы уже половину зачистили Надеюсь тут полонных колдунов не будет Помню примерно в такой же локации мы бегали Варлоку, но по крайней мере у нас сейчас есть чем С ним справятся Оу, 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 выскочили Санитики Все уже хуже, конечно Под двойным огнём они Тоже быстро Дохнут Где там все цели? Ноутмайн пошёл назад Может быть они и там есть Может быть и здесь Передо мной Объекты не перепрыгивают То есть какие-то препятствия он может перепрыгнуть Провалом Но в объект он упирается Может быть ему нужен разгон определённый Для прыжка Ну-ка, если я отсюда прыгну Вот, допустим, туда Туда Если есть разгон, он перепрыгивает Если упирается вплотную, то уже не прыгает Гермоворота большие За ними много проблем Вот у десантников стали получше щеки, чем были раньше Тем не менее, серьёзную угрозу они Рано не подставляют Ничего интересного нет Вроде бы ничего больше Осталось процентов 25 врагов И миссия выполнена О, сейчас я туда ворву, смотри Врыв Не то что, серьёзные ребята Которые шутить не собираются, по-моему Die, unclean Застряли от рудия Странно вдоль стены Редко такое увидишь, но Это их проблема Чем мы их спасём Точнее, это проблема Конкретной игры, что вы видите Узкие места, и не везде прописано Даже мы застреём иногда Хочется обходить Делать дополнительные манипуляции Чего же говорить о комфе Лазмаган, зелёный Лазмаган, это Это не наша тема И ещё кто и остался Понятно Уже до максимума опущено Поэтому не увеличься Так, ловушка Сундук Но это не то Ну опять, короче Видите, жадность Как теперь Гараж Не могу выстрелить Как уже было У меня несколько раз Вот такие вот ловушки нам устраивали А куда дальше идти? Подожди Вроде какая-то дверь тоже есть Мне кажется Здесь тупик Ох, что нет общего плана карты Мы её видим всё равно не всю целиком А, вот они где остались Тут мы ещё не были Ооо, вот это я впрыгнул Там рыжь, кстати Проблема, как У нас тут большие проблемы Перегрев лазерного пистолета Я бы мог подумать, что там будет рыцарь Интересно, он пройдет в эту дверь или нет Лазерный пистолет хорошо стреляет Эта дистанция, вообще На удивление Но больше по органике, чем по Конечно, механическим целям Но у него уже так Снимали хоть хоть И у нас есть чем ему ответить На сей раз Желая броня Беленый урон мы ему наносим За мной, короче, охотится Ну, Майн его Болдером как раз и разносит Все А, нет, не все Ну, как бы мы с ним разобрались Но Еще осталось 13 врагов Счастливое число Эм, понял А как туда теперь попасть? Попахивает багом Хотя такого еще ни разу мы не видели Может быть, где-то обход есть Но мы уже прошли вроде как бы везде То есть цель-то мы видим Но она находится за пределами Достигаемости Очень странно А сейчас даже уже и не подсвечивается Но там вот они были именно вот Майн там с кем Перестреливается А вот он кого-то нашел Десять врагов осталось Возможно бы просто баг Ображение на карте Мы не успеем присоединиться к этому празднику жизни А может успеем Успеем Сегодня Добрый день Мы выполнили задачи Это было, в общем-то, не особо сложно А только рыцарь, он напряг Остальные все были Довольно-таки слабые Ну и рейтинг силы был Где-то на 60 Больше, чем у нас В общем-то, желтый Не зеленый Полагает определенные трудности Хороший плазмоган Реально хороший Плазган неплохой Нейроимплант неплохой 50 уровень есть Ооо, я получаю броню часового Наконец-то Рангом выше, чем у меня сейчас есть Неплохое сопротивление урону Отцепное меч Это мы продадим Гранатомет, кстати, получаю Можно заюзать и печать частоты Фиолетовую 10.54 Был убитый мной Я уже говорил, что цифры разные У нас с майном 120 Орда Обычный 111 21 Поборник Элита 2 Ну что, давайте посмотрим Что за броня была Во-первых Ух ты Какая Красивая бронька Ну вот у нее уже есть В общем-то Турели Вместо Огнемета Если поставить Плазмоган Но, блин, скорострельность Скорострельность Это его бич Лазерка Тоже Такое себе решение Надо сказать Гранатомет вместо Огнемета я ставить Точно не буду Лаз-пистолет Я неплохо проявил В общем-то Поэтому, может быть, я его оставлю Я вообще могу поставить Пока временно Гранатомет вторым оружием Посмотреть, как он Себя проявит Ух ты, какой Почти идеальный круг Смотрите-ка Почти идеальная сфера Дула Гранатомета Никаких вам тут угловатостей Ребристостей Движок реально прикольный У игры Очков здоровья Плюс 7,5 В секунду Отражение 2,6 Урон против средних врагов 6,3 Дополнительная печать частоты 250 У нас уровень Нейроимплант Тоже меняем 3,8 очков здоровья В секунду Каждый успешно Отраженная атака Ближнего боя Имеет Так, шанс оглушить Врага Шанс Райс атаки Ближнего боя 2,7 253 У нас получается Если поставить Плазмоган Вместо 258 Вместо огнемета Но Огнемет очень хорошо Сжигает Я думаю Все с этим согласятся Тем более Он еще и дает Очки здоровья За убийство Дополнительные Если вы оказываетесь В массе врагов Можете хп быстро Восстановить Зажарив орду Но 253 уровень Тем не менее Болт пистолета И лазганы Оставляю Все остальное Думаю Можно продать В том числе И броню Лазган Ну да Я думаю Тоже продам Плазмогана Продам Не нравится мне Не нравится мне Их скорострельность У каждого Могут быть свои Причуды На этот счет Но у меня Вот такая позиция Броника Все хуже Остальная В общем-то Все хуже Поэтому С мной меч Мы продаем Сразу Наперсное оружие Продаем Нейроимплант Продаем Броню 2000 Продаем Вставляю Вот такой Пока состав В втором слоте Я же по-моему Купил чертеж На тяжелый огнемет Вопрос А где он Маза Фака У Техножреца Почему он не появился Там нафтоган появился И в общем-то И все 253 ранг У Майна Получается Ого У него Сила-то 330 Между прочим Поэтому он так легко И крошит На трехсотом Там для него Вообще Можно сказать Чуваки Как семечки Это у меня 242 Ну в общем Надо Докачиваться До него Ну на основном Аккаунте У меня там Повыше рейтинг С которого я для себя играю Вот для канала Как я буду качаться Никак Потому что только на запись Прокачка идет Ну что ж Предлагаю на этом моменте Завершить эпизод Если он вам понравился Не забывайте поставить лайк Подписывайтесь на мой канал На основной и дополнительный Если еще не подписаны Вступайте в нашу группу ВКонтакте И оставляйте свои комментарии На сегодня все С вами был Крестоносец И Майн Всем удачи Всем пока